На час перенестись в горы Кавказа и не просто попробовать блюда восточной кухни, но и приготовить их самостоятельно легко. В Химках провели кулинарный мастер-класс, где все желающие могли оценить нюансы кухни Азербайджана. Заур Бабаев, владелец ресторана «Кавказской еды», в свое время прошел все ступени кулинарной карьеры, поэтому вместе с шеф-поваром посвятил химчан в секреты этой кухни. Мастер-класс у нас сегодня очень высокая кавказская кухня, азербайджанская, как сказать, ресторана. Мы сегодня будем учить наших гостей люля-кебаб. Гавказское там блюдо, очень вкусное. Люля-кебаб – блюдо азербайджанской кухни в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях. Под разными названиями оно известно многим народам – от Балкан до Ирана. Готовят его чаще всего из баранины, но в этот раз гостям предложили попробовать кебаб и из других видов мяса, например, из курицы. А расскажите, как сделать так, чтобы мясо не падало шампура? Это же фарш? Это фарш, да. Пропускаем фарш, чтобы он не был замороженный от свежих мяса. Вот, один. Второй, они должны маленький лук резать и выжимать его сок. А третий, надо, чтобы хорошо перемещать, чтобы они хорошо перемещались. И обязательно шампур должен быть холодным. Сначала необходимо приготовить фарш. Для этого вам потребуется перекрутить мясо в мясорубке, а затем туда добавить тонко порезанный лук. Фарш тщательно вымешивают до получения вязкой консистенции, заправляют специями и охлаждают. Когда мясо готово, пора приступать непосредственно к приготовлению люля-кебаба. Я тоже решила присоединиться к мастер-классу и приготовить первое в своей жизни блюдо восточной кухни. Перед тем, как приступить к готовке, необходимо подготовиться. Я уже надела фартук, перчатки. Завершение образа. Пойдемте готовить. Помогал нам готовить люля-кебаб сам владелец ресторана. Уже готовый фарш необходимо размять в руках, не забывая постоянно смачивать их водой. Одевайте его на шампура. На середине, да. Одевайте, подвиньте, подвиньте. Все нормально. И начинайте. Раз. Курить шампур. Шампур курите в руках. Вот так начинаете курить, только аккуратно. Ага. Медленнее. Медленнее. Все. Давай еще раз. Ага. Все. Вот так. Смотрите, действительно не падает. Да. Смотрите, еще раз. Вид, чуть-чуть вода немного. Чуть-чуть. Как только чувствуешь, что отлипает? Да. Начинаете еще раз. Берете. Все. Вид, чуть-чуть. Он все готов. Дальше придаем мясу форму, чтобы фарш разместился на шампуре равномерно. Люля-кебаб у нас уже готов. Теперь осталось его отправить в печь. Правильно? Пожарить. Да. Пожарить. И будет очень вкусное блюдо. Очень вкусное люля-кебаб. Считается, что шампуры для люля-кебаба должны быть шире обычных. Обжаривают блюда на мангале или гриле. Причем важно переворачивать шампуры каждые три минуты. Через четверть часа блюдо было готово. Мастер-класс, конечно же, завершается дегустацией. Давайте попробуем, что мы только что приготовили. Знаете, это действительно очень вкусно. Мясо очень сочное. Пожалуй, я приготовлю это дома. Участники мастер-класса со мной согласились. С удовольствием пробовали плод творения своих рук. Ну, как вам? Очень понравилось. Очень вкусно. Сочное получилось. Вы первый раз готовили такое блюдо? Люля-кебаб, да. Ну, вот, настоящий такой, да, первый раз. Как бы дома пыталась готовить. Я всегда вот думаю, что, ну, вот как, чтобы оно вот самая вот эта вот процедура, чтобы оно не упало, не развалилось, да. Все это руками попробовали, потрогали. Вот эту консистенцию даже узнали, да, какой должен быть фарш. Я думаю, что с легкостью получится теперь. Напомним, вкусная встреча прошла в рамках проекта «Химки интересно жить». Каждый день в городском округе проходят не только кулинарные, но и интеллектуальные, творческие и спортивные мастер-классы. Выбрать наиболее интересный можно в газете «Химкинские новости» и на специальном сайте. А дегустировали блюда восточной кухни. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Служба новостей.